Приветствую, коллеги! Пара минут полезной информации от ОЕМЗАП. Для тех, кто сейчас смотрит на меня и задается вопросом, что это за лысый тип и где же наш Анатолий, не переживайте, с Анатолием все хорошо. Доит своих башкирских пчел. Скоро вернется с отпуска и мы снимем с ним программу про мазут, сажу, ну в общем все как вы любите. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Российский автомобильный рынок в 2023 трясет, как Помпея 79. Но как ни кричали с каждого утюга автоблогеры и продаван уровня купил за 100, продал за 200, что рынок утонет в пепле и ваве и везуги поглотит все и вся, этого не произошло. Мало того, аналитики спрогнозировали полное восстановление рынка к 2025 году. Это дело прошлое. Думайте о будущем. И это будущее начинается уже сегодня. Запомните или запишите. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. По их мнению, санкционное давление в ближайшее время будет расти, а макроэкономическая ситуация будет ухудшаться. Мелкие и средние игроки продолжат уходить с рынка. Импорт сократится и ухудшится логистика на поставку новых ИБУ автомобилей. Продажи до конца года упадут более чем на 50% и не превысит 1 миллиона штук в год. Однако затем рынок будет восстанавливаться примерно на 10% ежегодно и достигнет 1,5 миллиона к 2025 году. Естественно, львиная доля этого импорта будет из Поднебесной. Более чем 75%. Будем ли мы через 5 лет ездить на китайских машинах? Да, видимо будем. Мы обречены. Мы обречены на это. Что же на это ответят товарищи с Автоваза, ведь именно для них продавили недавние поправки по утилизационному сбору. Да, да, те самые господа, которые с введением санкций на комплектующие ввели новый девиз на производство. Ладно, и так сойдет. Автоваз в начале года рапортовал о сохранении темпов сборки. Более 400 тысяч штук. Однако за полгода еле-еле насобирал 100. Также Автоваз продолжает оптимизировать производство и заявляет о том, что сроки возвращения системы АБС в автомобиле Лада Гранта смещаются на более поздний период. Тормозов вообще нет. Жесть просто. Это точно с тормозами все в порядке? Продолжает перебой с выпуском Лада Веста НГЭ. Автоваз не может наладить стабильное производство этих автомобилей в связи с перебоями поставок комплектующих. Если меры поддержки отечественного автопрома в очередной раз не сработают, то вскоре Автоваз будет продавать некомплектные авто для тех, кто сможет привезти себе необходимые запчасти, приобретенные за границей, и установить их самостоятельно в собственном гараже. Нам же с вами остается порадоваться за наших ближайших соседей. Из Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Параллельный импорт в 2023 году взорвал им автомобильный рынок. В Белоруссии по итогам июля и августа 2023 года продажи выросли более чем в два раза. По отношению к июню немножко просели, но это незначительно. По итогам же 7 месяцев через республику прошло транзитом более 7 тысяч машин. Санкции и прочее, все это полный бред и чепуха. Новые правила ввоза и уплаты утилизационного сбора отразятся на двух действующих схемах. Большинство крупных дилеров завозят автомобили за свой счет, и теперь им придется платить утилизационный сбор в полном объеме. А это неминуемо скажется на стоимости ввозимых по параллельному импорту автомобилей. Второй способ позволяет обойти повышение утилизационного сбора – это поставка автомобиля под заказ. Если для покупателя в России это авто первое за год, а объем не превышает двух литров, то льготная ставка утилизационного сбора в размере 3400 рублей для него сохранится. Единственное, в этом случае отпадает по улегальной схеме поставок машин через страны таможенного союза. Промежуточная постановка автомобиля на учет в этих государствах. Дабы не терять уже привычный приток капитала, в Беларуси обнулен НДС на электромобиле, а в Киргизии занижают стоимость машин, от которых считается ставка таможенной пошлины. Теперь придется выбирать таможенную машину в России и платить полную пошлину НДС, но экономить на университетном сборе или продолжать таможенную через Беларусь и платить в России утилизбор в полном объеме. В любом случае цена на автомобили будет расти. И связано это в первую очередь с низким курсом рубля. Какой нынче курс на черном рынке? 1 к 120 тысяч, генерал. Так вот, за 1 рубль дают 120 долларов. Я думаю, что единственным объяснением такого огромного роста утилизационного сбора на машины с объемом от 3 литров может быть желание государства максимально сократить поставки европейских и американских автомобилей в Россию. Ибо более всего, а именно в 3,7 раза увеличивается утилизационный сбор на ввоз автомобилей с объемом двигателя от 3 литров. Сбор с машин с моторами от 3,5 литров также увеличивается и теперь может составлять более чем 1-2 миллиона рублей. При этом важно отметить, что в лековом сегменте в России сейчас не выпускаются и даже не собираются автомобили с объемом мотора от 3 литров. Таких премиальных машин почти не поставляют даже из Кореи, из Китая, но считанные единицы. Новые ставки утилизационного сбора ударят в первую очередь по желающим купить европейские премиальные автомобили, везенные по параллельному импорту. Иными словами, прибавка в 1,2 миллиона рублей для покупателей машин стоимостью 15-20 миллионов будет некритичной, зато государство на этом сможет хорошо заработать. Что ты должен сделать? Откажем мне деньги! Посмотрим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.